3 миллиона рублей выделено из ульяновского городского бюджета на ремонт ограждений школ, восстановление уличного освещения около образовательных учреждений и домонтаж. В некоторых из них систем видеонаблюдения и сигнализации. Проверку школ на готовность к учебному году начали общественники. Известно, что системами видеонаблюдения сегодня оборудованы все школы областного центра. В 78 из них есть тревожные кнопки. В 77 установлены турникеты, работающие с использованием школьных карт. Общественной приемкой дело не ограничится практически сразу после нее. 1 августа этим же займутся официальные комиссии. Областной гидрометеоцентр и Министерство природы напомнили ульяновцам, что делать во время сухой безветренной погоды. Обычно такие метеоусловия приводят к застаиванию воздуха и скоплению вредных веществ выше предельно допустимых концентраций. В таком случае жителям нижних этажей вплоть по пятой рекомендуется закрывать форточки, отсекая неприятный запах, максимально ограничивать пребывание на улице, заниматься спортом в кондиционируемых помещениях. Кроме того, употреблять больше молока и кисломолочных продуктов для выведения из организма вредных примесей и стараться чаще бывать за городом, на лоне природы. Региональная природоохранная прокуратура подвела итоги работы за полтора года. За первое полугодие 2019 установлено свыше 1100 нарушений закона. Внесено почти 200 представлений, приведены в соответствии с иными законами 92 правовых акта. В суды направлено 38 заявлений. За весь 2018 зафиксировано более 1900 нарушений природоохранного законодательства. Внесено свыше 300 представлений. В соответствии приведен 131 нормативный акт. В суды направлено 79 заявлений, возбуждено 15 уголовных дел.